Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. 31 марта. Я вот сегодня говорила, что я эту первую грядку почти закончила. И в конце, я уже упоминала об этом, я решила все-таки добавить сюда перцы и баклажаны. Я сама понимаю и я знаю, что в марте высаживать перцы и баклажаны, особенно в сибирском регионе, когда видите, вокруг снег искрится. Это вроде бы нонсенс, но посидев и подумав так, построив логическую цепочку, я подумала, почему мы не высаживаем ран на перцы и баклажаны. Да, потому что при температурах меньше 15 градусов они очень теплолюбивы, они не любят понижение менее плюс 15 градусов. В одном из видео я умудрилась сказать минус 15, конечно, плюс. И мы в теплицах, у нас температура воздуха всегда очень высокая, в марте, в апреле. Но что тормозит высадку перцев, что нас останавливает? Ну, конечно же, холодный грунт. В это время грунт, особенно у нас в сибирском регионе, очень низкие показатели. Вот я когда начинала прогревать, 3-4 градуса. Но если сейчас у меня грунт прогрелся 14 градусов и он держится, эта температура не опадает, а сейчас вот будут жаркие дни, даже при наличии снега в теплице будет очень высокая температура, и грунт поднимется даже еще выше 15, так что тогда мешает мне высадить перцы? Все условия для их роста тут будут соблюдены. Температура 15 градусов, грунт есть? Есть. Температура воздуха выше 15 градусов, есть? Есть. В тоннельчике, вот в этом укрытии, ночью 18 градусов, это было, когда у нас было минус 4, минус 5, а сейчас начнутся плюсовые температуры. Значит, все условия для высадки перца есть. Значит, я могу попробовать, хотя бы ради эксперимента, по несколько штук высадить перец. Конечно, я выбрала из всех своих, из всей своей рассады, те перца, которые уже с зачатками цветочных кистей, видите? Потому что я решила, что они дома зацветут, ничего хорошего в этом нет, растение будет немножко как ослабнет от цветения, это же большой для него труд, сформировать вот этот цветок, потом зависть. Что они здесь? Если им здесь будет плохо, то, по крайней мере, наверное, не хуже, чем дома. Вот все, даже маленькие, с цветочными завистьями. Конечно, я выбрала перцы с самой сильной корневой системой. Видите, какие у них корнищи? Вот эта вот скороспелочка, венти, почему бы он не вырос, если, смотрите, у него какие корни? У него уже здесь... Ой, сейчас. Ой, не хочет стоять, вентик. У него здесь, видите, вон тоже, но тут, наверное, не видно, шишечки лезут. Ну вот, лучше видно. Шишечки лезут, он уже хочет зацвести. Самый благоприятный период для высадки. Это сформировалась цветочная кисть, но еще не расцвела. Вы видите, что они все с хорошей зеленой массой. Если бы у них было по 4 листика, то, возможно, такое растение не осилило бы цветок, зависть. А тут на перчике, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать. Лезет 12-й листок, 14-15 листьев. Это идеальное количество листьев, вегетативной вот этой массы, чтобы он приступил к плодоношению. Короче, они сильные, здоровые, у них много листиков, у них хорошая корневая система. Я их сегодня высадила и буду потом вам показывать, как они себя ведут. Тут еще ждут в своей очереди баклажаны. Баклажаны, конечно, еще нет у них цветочных кистей, но они все равно тоже, видите, у них большой вот этот вот зеленая масса, вот этот листовой аппарат. Я думаю, что все будет хорошо. И осталось мне высадить, сижу размышляя вот над этой бытой, я же ее сеяла, как штамбовую скороспелую. Вы посмотрите, в один день с ней посеяны ее собратья по классу штамбовые, ну, такие ранние, вот такие маленькие. Она переросла ботяню, она переросла всех индотерминатных томатов. Что за чудо-бетта здесь будет? Сейчас отдельно про нее сниму небольшое видео. Но у меня радость, у меня хоть одна, через много-много дней после посева, одна взошла бетта, та, которая истинная бета, которую мне прислали зрители. Все, до свидания. Вот это видео было о перчиках. Все-таки я осмелилась, их высадила 31 марта. И это должен быть самый первый, самый супер ранний урожай перцев. Если в этом году получится, значит каждый год буду повторять свой опыт. Все.